три хитрости и ваши орхидеи этого вида будут свести без конца не покупаете в свою коллекцию этот вид орхидей пока не изучите это видео от начала и до конца привет друзья вы на канале классика орхидейного жанра какой грунт лучше всего подходит и есть ли отличие этого грунта от субстрата для фаленопсисов на что ориентироваться при поливе если горшок венериного башмачка непрозрачный и в какие горшки сажу венерины башмачки я какой температурный режим у моих пофеопедилумов и выносят ли они опрыскивание можно ли ставить горшки с венеринами башмачками под прямые солнечные лучи и чем это чревато когда и сколько цветет пофеопедилум и правда ли что одна розетка цветет всего один раз как узнать что венерин башмачок пора пересадить и что добавить при пересадке и так тема сегодняшнего видео пофеопедилумы и все что с ними связано видео создано по многочисленным просьбам зрителей а я в свою очередь попросила зрителей сформировать перечень вопросов на которые им хотелось бы получить ответы эти вопросы вы сейчас видите на экранах ваших гаджетов вы можете изучить их нажав на паузу а теперь как всегда и обо всем по порядку роскошно цветущие некрупные и очень крупные пофеопедилумы это орхидеи любоваться цветением которых можно бесконечно и ностальгичные и модные одновременно они для многих остаются малознакомыми растениями окутанными мифами и легендами на практике они куда более дружелюбны чем гласит их королевская репутация название пофеопедилум или пофеопедилум в отличие от красивого прозвища венерины башмачки знакомо не каждому цветоводу орхидея получившая свое название в честь древнеримской богини почти во все времена была легендой пофеопедилумы это наземные симпадиальные средние по размеру орхидеи семейства ципропедеевых незаметными пофеопедилум и точно не назовешь развиваются они типично для симпадиальных орхидей розетка зацветает лишь один раз выпускает цветонос и больше зацвести уже не сможет эстафету от цветающих растений подхватывают дочерние растущие у основания материнских резом и замещающие их бытует мнение что это растение никогда не выращивают как отдельные экземпляры а только семейками или группами от трех резом как показала моя практика это абсолютно не так прекрасную жизнестойкость проявляют даже единичные уже цветшие экземпляры они способны успешно давать потомство которое в дальнейшем вырастает и зацветает листья пофеопедилумов чаще всего имеют ремневидную форму заостренным окончанием длина листа может достигать 60 сантиметров но чаще всего она гораздо скромнее листья пофеопедилумов одноцветные двуцветные или мраморные собраны в аккуратные двусторонние розетки при правильно созданных условиях содержания и уходе листья винириных башмачков развиваются достаточно быстро перед отмиранием желтеют и коричневеют перед выпусканием цветоноса из центра розетки пофеопедилума развивается меньший по размерам сигнальный или стоп-лист который предвещает начало периода цветения цветоносы пофеопедилумов развиваются из центра розеток свое прозвище винирины башмачки получили за вздутую форму крупной губы которая и правда напоминает изящные дамские туфельки это единственная орхидея у которой в цветке есть три типа лепестков как известно у любой орхидеи цветок имеет три главные лепестка сипалия один верхний и два нижних боковых у пофеопедилума нижние лепестки не всегда заметны у многих видов они срастаются и незаметны спирите два верхние боковые лепестка называются питалии у пофеопедилума эти лепестки чаще вытянуты но иногда бывают и круглыми репродуктивные органы цветка тычинки столбик и рыльцы объединены в колонку которая является отличительным признаком всех орхидей но самое интересное в цветке это губа нижний средний лепесток который выглядит как маленький мешочек или чашечка в действительности он является посадочной площадкой для насекомых верхний сипалий при этом защищает губу от капель дождя место обитанием одних видов пофеопедилумов служат горы они растут прямо на камнях другие виды на почвенные самыми красивыми и эффектными полноправно считаются одноцветковые виды у этих орхидей на одном цветоносе расцветает один цветок который может достигать очень крупных размеров иногда до 17 сантиметров цветение продолжается около трех месяцев корневая система пофеопедилумов коренным образом отличается от корневой системы фаленопсисов корни пофеопедилума не имеют виламина или какой-либо другой водозапасающей составляющей поэтому внимание первое правило для успешного выращивания пофеопедилумов корневую систему этих растений просушивать нельзя сейчас я снова пойду в разрез с общепринятым мнением и скажу вам что все мои пофеопедилумы растут на фитиле и ведь чудесно растут и без конца цветут если передо не стоит цель размножить пофеопедилум часто и пересадка этих растений я не страдаю в разрез с существующим мнением я пересаживаю свои пофеопедилумы лишь тогда когда корням в старой посадке уже просто некуда расти в каких горшках растут мои пофеопедилумы в прозрачных или нет это не имеет принципиального значения на корнях пофеопедилумов нет виламина который участвует фотосинтезе растений поэтому венерины башмачки вполне можно выращивать в непрозрачных горшках и кашпо тем не менее если вы новичок и это ваши первые пофеопедилумы я очень рекомендую вам выбрать прозрачный горшок для посадки через прозрачные стенки горшка вам будет удобно и интересно наблюдать за новыми растущими кончиками корней пофеопедилума нужны ли отверстия по стенкам горшка в посадках с пофеопедилумами у меня есть оба варианта горшки с отверстиями и без них а в обоих случаях горшки просто трещат от невероятного количества корней в них вы можете сделать свой выбор допустимы оба варианта все мои пофеопедилумы без исключения растут в очень влагоемком субстрате состав грунта пофеопедилумов мало чем отличается от состава субстрата фаленопсисов основой субстрата как всегда является кора хвойных пород деревьев стоит обратить ваше внимание на размер коры для пофеопедилумов необходимо использовать самую мелкую из имеющейся фракции коры не берите кору размер которой более сантиметра я использую кору которую называем семечками вместе с корой состав субстрата пофеопедилумов входит резанный мох кремневид кокосовые чипсы и обязательная необходимая деталь кальциевая составляющая принято считать что все пофеопедилумы делятся на кальцифилов и кальцифобов первые из них не будут полноценно развиваться и цвести без кальциевой составляющей в субстрате а вторые не будут развиваться и цвести с ее присутствием как не ошибиться приобретая новый винирин башмачок внимательно смотрите субстрат в которой орхидея посажена при покупке и если в субстрате вами будут обнаружены вот такие известковые камушки белого цвета ваша орхидея наверняка кальцифил в этом случае при пересадке пофеопедилума в новую посадку нужно обязательно добавить ту самую кальциевую составляющую без которой орхидея не будет развиваться полноценно самый простой вариант добавить в посадку орхидеи одну-две чайные ложки доломитовой муки но что делать если доломитовой муки у вас нет а пересадить орхидею надо в таком случае вам подойдут народные или мои авторские заменители доломитовой муки и известковых камушков в посадках пофеопедилумов самый простой вариант использовать дробленную скорлупу сырых яиц скорлупу моем отделяем внутреннюю пленку высушиваем и измельчаем любым удобным способом если у вас есть собственное подворье можно использовать ракушечник для птицы в общем здесь вы можете проявлять фантазию полив пофеопедилумов кардинальным образом отличается от общей принятого полива фаленопсисов все дело в том что у пофеопедилумов нет толстых мощных листьев и нет виламена на корнях где они могли бы запасать резервы воды корни у венериного башмачка толстые и волосые поэтому они очень чувствительны к просушкам корни пофеопедилума никогда не должны полностью пересыхать то есть субстрат должен быть все время увлажнен именно поэтому все мои пофеопедилумы растут с использованием фитиля правильно подобранный фитиль позволяет субстрату быть постоянно и равномерно влажным то что нужно бытует мнение что для полива особо привередливых природных видов пофеопедилумов надо использовать глубоко очищенную воду я не придерживаюсь общепринятых правил и чаще всего поливаю свои орхидеи все без исключения дождевой или кипяченой водой мои венерины башмачки как и все другие мои орхидеи даже не подозревают что орхидеи боятся воды поэтому периодически каждую неделю купаются под душем и практически каждый день опрыскиваются опрыскивание производится также кипяченой водой иногда с добавлением травяных настоев которые я использую для всех орхидей без исключения принято считать что пофеопедилумам в уходе нужна повышенная влажность воздуха мои пофеопедилумы развенчивают и этот миф в осенне весенне зимний период при работе центрального отопления они довольствуются влажностью в 25-30 процентов и при этом великолепно цветут на мой сугубо индивидуальный взгляд ничего проще пофеопедилумов в уходе не существует температурный режим содержания пофеопедилумов в моих условиях ничем не отличается от температурного режима содержания фаленопсисов а это значит что дневные температуры летнего содержания я стараюсь поддерживать на уровне 24 26 градусов а ночные температуры в интервале от 16 до 18 градусов цельсия дневные зимние температуры чуть ниже и они колеблются от 20 до 22 градусов цельсия а ночные на том же уровне от 16 до 18 градусов цельсия информация об освещении и вовсе меня забавляет принято считать что пофеопедилумам не требуется яркого солнечного света напротив освещение должно быть весьма умеренным но если говорить о конкретных цифрах то в научных источниках рекомендуют выращивать пофеопедилумы при освещенности в 10 тысяч 500 люкс а это на минуточку показатель светильника мощностью 36 ватт именно при таком ярком свете я и выращиваю свои пофеопедилумы напоминаю для тех кто не так давно на этом канале цветовая температура моих светильников 6500 кельвинов эти светильники имитируют дневной белый свет близкий к полуденному солнечному свету в условиях квартиры с учетом тройного остекления окон мои пофеопедилумы не боятся прямых солнечных лучей для тех кто не знает моя квартира освещается солнцем с двух сторон юго-восточный и северо-восточный на обеих сторонах все мои орхидеи без исключения находятся без затенения под прямыми солнечными лучами знаете в чем сошлись все мнения без исключения так это в том что в зимний период по феопедилумам будет требоваться подсветка если вы не живете в при экваториальных районах где световой день составляет минимум 12 часов в сутки то вам придется купить светильник дополнительного освещения световой день пофеопедилумов для их нормального фото синтеза должен составлять 12 14 часов в сутки в любое время года в уходе за пофеопедилумами как впрочем и всегда я не использую ничего химически синтезированного в качестве питания используются исключительно водные настои лекарственных трав обработки производятся по листу с обязательным чередованием опрыскиваниями простой кипяченой водой в домашних условиях размножение пофеопедилумов чаще всего производится делением куста целесообразнее всего производить деление после окончания цветения растения самым лучшим сезоном для проведения процедуры деления пофеопедилума является весна не пересаживайте пофеопедилумы или их деленки в слишком большие емкости в больших горшках пофеопедилумы будут расти но не будут свистеть если вам досталось небольшое растение из одной или двух розеток не берите стандартный горшок возьмите горшок объемом не более 200 миллилитров в маленькой емкости винириному башмачку проще адаптироваться и он быстрее начнет полноценно развиваться что будет если новый цветонос единственной розетки пофеопедилума сломать нарушив программу цветения вы не убьете растение вы заставите его развиваться по-другому и вместо одной розетки у растения вырастет сразу несколько пофеопедилум начнет развиваться кустом у него будет формироваться сразу несколько розеток которые в дальнейшем зацветут пожалуй все самые главные аспекты ухода и содержания пофеопедилумов я уже осветила но если вдруг у вас возникнут дополнительные вопросы пишите их в комментариях совсем скоро у нас будет новый повод чтобы поговорить о венериных башмачках те зрители которые могут и хотят поделиться своими сортами венериных башмачков с каналом классика орхидейного жанра пишите на электронную почту адрес почты вы сейчас увидите на своих экранах до той поры пока гибридные фаленопсисы массово не захватили наши подоконники одной из самых популярных орхидей мира был именно пофеопедилум и если вы давно мечтаете об этой орхидее но все никак не решаетесь решаетесь ничего трудного в уходе за этой орхидеи нет надеюсь информация этого видео будет полезна многим видео будет храниться в плейлисте прочие виды орхидей ну а теперь пришло время напомнить вам что 20 минут вы провели на канале классика орхидейного жанра и если вам понравилось это видео если это видео оказалось для вас интересным и полезным поставьте пожалуйста пальчик вверх под видео подпишитесь на канал если раньше вы этого не сделали жмите на колокольчик чтобы первыми получать уведомления выходе новых видео и оставайтесь со мной ведь впереди у нас много интересного